вот в этом моменте лишь видите как идет история каком ракурсе нас хотят показать что мы поедаем чужое имущество поселившись якобы на их землях так во первых следует знать что земля частном порядке лицам не принадлежало лишь отдельным узданным за службу качестве наград давалось какая-то там земельные наделы также и духовенство то есть не собственное духовенство а именно мечети им давались земли на завещание там оставляли какие-то кусочки или куски земельных наделов то есть они становились вакуфной собственностью она вакуфная собственность еще в царское время документациях обрисована где кто какой участок еще была одна форма хозяйства они общественные земли это особый раздел их тоже можно в те времена в 19 веке российской империи два раза пыталась провести на равнине земельную реформу этого не удалось по какой причине во первых начале 19 века на территории равнины было очень много кутанов принадлежащих скажем так горцам именно аварам роду на целом принадлежало 34 кутана на равнине и помимо этого были и другие и беки и уздене которые имели свои собственные наделы на равнине это раз второй момент шамхала тарковские который суть происходят от чупан нуцала то есть фактическим владельцами земель на равнине были ну аварские нуцала так как по преданию своих предков я знаю что когда были ну между разными ветвями там рода до бывали династические также браки дальнейшем как дочеря выдавались там сыновей женили вот когда махан махан по моему второй отдал замуж дочку за султан мута час земель он как приданное с дочку отдал не земли а собственно доходы с них потом когда уже со временем прошли это все размыли они руки взяли но этих земли вот эти земли которые были они 34 кутана они работали также шамхала она разделила шамхалство тарковское последствия да та сторона враждовалась аварии шамхалство три княжества султан мутовский они были с вассальными союзными аварскому государству территории но и соответственно даже если шамхал там короче но спрашивается вопрос кому принадлежала эта земля она принадлежала шамхалом тарковским хорошо чье потомство это потомство чупанну цала да то есть хозяевами земли являлись эти люди да вот теперь смотрите что наступает от шамхала тарковских не осталось людей последняя внучатая там короче потомок доживает в варшаве свои дни если с чем-то лет вот она не оставила после себя мужского потомства так далее по закону который идет первейшим это переходит в ближайшим родственник ближайшие родственники это выжившие линии аварских нутсал то есть в первую очередь это хединская линия вот чанки по своему происхождению наследование не входят исходя из этого получается что никакими земляными как национальными так далее кумыки не владели эти земли шамхала тарковских аварских нутсалов которых земли которые ермолов захватил потом на этих землях например 1926 году построил город хасавюрт это там находился кутан аварских нутсалов хасалхи назывался они какого-то кумыка нашли который был на их стороне с именем хасав решили все это спрятать тысяч во двадцать шестой года что пустыня была что-ли пустырь никому ничего не принадлежала что нет конечно вот для хасавюрт и стоит церковь там стояли фермы стояла ферма и дома алдами лизу ветви амарских нутсалов там три или четыре сутки сражения даже что за это место нас потом только русские эти термоловские смогли это место взять примеру это один из примеров потом азы юрт селение до рядом с улаком ну рекой сулак где вот сторона где окна от окна дына вас той восточной по берегу сулака районы падение падение реки окташ сулак находится там находилось 13 тысяч десятилетия около 14 тысяч четырнадцать тысячи тысячи гектаров земли еще один кутан аварских нутсалов он тоже был захвачен потом эти земли передали там полковнику какому-то который служил русских войсках там кумыкскому полковнику вот так эти земли оказывались у них руках нужно это все вытащить понимаете вот это все когда работал пойдет налад объединившись что мы например нашим делают как они там пытаются представить все это нам аварский нутсал рот сделаем для своего народа для других мест и в купе алялны так как мы будем иметь на это право в таком случае но пока здесь не работают законы шариата здесь работают законы российской федерации а это вот такой вот раздел захват земли выгоды на определенным кругом которые деньги наворовали и народа в бюджет и у республики и не пытается теперь эти деньги вложить собственность выкупая якобы земли на которой они не имеют право их тоже и выкупать потому что собственно если должен быть продав действительно по шариату раз мы являемся мусульманами но там где у них личный интерес они об исламе конечно забывают и предпочитает о нем вообще не вспоминать так как им это не выгодно в таком случае поэтому надо думать ребята думать о нем и о и и о